Мы с вами смотрим заключительный четвертый раунд Касперской арены. Играет Димага против Краса. Гуди не смог пройти украинского зерга. Отвалился с счетом 0-3. Тем самым Димага выигрывает уже гарантированно 300 евро. Гуди получил 300 евро. И Димага с Красом будут решать судьбу еще 400. Как раз он отправляется сверху оранжевый тернс. Снизу появляется Димага синий зерк. Как мы видим настроение у Димаги отличное. Ну конечно когда ты заработал среднюю месячную зарплату по Украине. За сколько ему было? Сейчас? Да, где-то за час. Настроение должно быть, думаю, вполне хорошим. Да ладно, вы что прикалываете что ли? Он пересмотрел на Гуди. Смотрите, Краса у нас тоже делает Прокси Бараки. Но Димага только что продемонстрировал, как он хорошо умеет от них отбиваться. Ну давай. Димага смеется над тобой, человечешка. Подлый, подлый терн. Выбирает себе позицию для Прокси Барака Крас. Хорошая позиция. Найти ее будет непросто. Причем посмотрите, он заехал вначале на башню Злонага. Увидел 100% как дается вижон от нее. И строит Барак так, чтобы его не видно было. Если вдруг будет проезжать дрон, дрон может поехать вот так. Прочекать территорию здесь. Потом выехать здесь. Заехать на башню Злонага. Как-нибудь вот таким вот макаром. Или просто сразу же если поедет. И Бараки не увидит. Так что позиция очень хорошая, продуманная. Очень прикольная. Димага заказывает себе хэтчерис. Строит еще плюс 2 дрона. Затем только делает спаунинг пул. Летит оверлордом все ближе и ближе к базе своего соперника. Но пока ничего не знает. А здесь поехала еще одна СВ-шка. Третья. То есть у нас будет 3 СВ-шки строить бункеры. Защищать их. Чинить. Так сказать. И постоянно будет появляться морпехи. Так, оверлорд в опасности. Оверлорд в опасности. Тут он все ближе, ближе, ближе. К Баракам. Бараки достраивают первого пехотницы. Закажет сейчас еще двух. Димага видит СВ-шку и думает. Ну, что-то подозрительно тут делать. Ага. Барак. Все ясно. Берем рабочих и едем на защиту. Спаунинг пул уже практически достроился. Ему надо в 25 секунд, чтобы доделаться. Проверяет. Нет ли тут бункеров. Да, СВ-шка как раз и бой хотела сделать. Отсылает немножко дрона. Всего у нас всего семерых. Не так-то много. И посмотрите, где строится бункер. А что он атаковать собирается? Что это за супер прокси бункер, где... Ты посмотрите, какое расстояние. Хотя с другой стороны это медленная, но надежная атака. Посмотрите, этот бункер сейчас теоретически будет прикрывать вот этот бункер. Ну, Зерк заказывает себе саночку. Правда, не там. Придется отменить. Заказывается еще раз. Правда, и морпехи занимаются не тем, чем им хотелось бы. Подождите, Димага не успел отменить ползущего плёточника. Потерял один. Это серьезно, потерял. Минус 175 минералов. Умирает дрон. Умирает еще один ползущий плёточник. Да ладно, я не знаю Димагу. Морпехи немножко хитранец. Пытается отойти под бункер. Прячется в него все-таки. Дима не успевает убить ни одного морпеха. Это провал. Дронов потерял он уже довольно-таки много. Пять дрончиков. Отменяет бункер. Морпехи подходят по еще одному, третьему, ползущему плёточнику. Тот достраивается. Надо ему еще несколько секунд выиграть. Сливается из этого дрона, сливается из этого зерлинга, чтобы он доделался наконец-то. Все, он почти готов. Дрон отъезжает назад. Минус 2. Теряет двух дней друзей. Тем временем еще один бункер достраивается. И достраивается так, чтобы будет отстреливать до хэтчери. У димаги больше защитных сооружений нет. Заказывают он еще несколько зерлингов. Дронов осталось у него очень мало. Всего-навсего 7 штук. Зерлингов тоже 7 штук. И это ГГ. Все-таки КРАС делает бункер РАЖ гораздо качественнее. Чегуи. Поначалу оказалось, ну зачем там бункер? Ну, конечно, все стало на свои места. Морпехи выпрыгивают из бункера. Подказывает саночку еще сильнее. Прячется в бункере еще раз. Морпехи добивая пробегающих мимо зерлингов. Остается только 3 штучки. Очень сильно накоцаны из них двое. И димагам нужно не сдаться. Хэтчери он гарантированно потерял. Дронов слишком мало, чтобы отстраивать экономику. И экономика сейчас пока что у Терна в разы лучше. ГГВП. 1-0. Зерк. Ну, если бы точнее, димага проигрывает. Да, потерять 3 саночки, это было как-то очень уж болезненно. Еще и дрона. Тут началось обсуждение. О том, что надо димагу президента протолкнуть. Ну, было бы забавно, конечно же. Дима решил пересмотреть реплей. Однако ничего так супер важного он увидеть не сможет. Просто банальный. Бункер раш. Два просе барака, бункеры. Все просто технично было выполнено. Молодец. Крас, конечно же. Так, у нас рекламная пауза. И ждем следующую карту. Клауд выбирает димага. Окей, поехали клауд. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, что он сделал не так. Так, ну, ему надо было, а, вывести, наверное, все-таки чуть больше дронов, а не 7. Надо было вывести штук чуть 9. И, б, надо было все-таки отменить тот бункер. Не давать ему достроиться и фокусить из CV-шек. То есть, где-то 5 дронами ехать дальше, блокировать морпехов, а 4-мя бить из CV-шек. Убить хотя бы 2 штучки, и тогда все было бы окей. Ну, это так. На пробу я говорю о том, что надо было сделать. Конечно, если сесть подумать, там, минут 15 хотя бы, то можно будет продумать более хороший вариант, как отбиться от этого было. Но я думаю, если бы он вывел 9 рабочих и 5 гонял бы одного морпеха, ну, там построилось бы еще 2. Просто главное, чтобы они были заняты. А остальными успеть либо погонять из CV-шек, не давая им достроить бункер, либо убить их, что было бы, конечно, гораздо лучше. Это дало бы достаточно времени, чтобы достроить хотя бы наполовину саночку, построить зерлингов, и там можно было уже держаться. Ведь все-таки Крас начал очень уж издалека. Нельзя было просто давать ему заказывать новые бункеры все ближе и ближе. И это позволило бы отбиться. Думаю. Не уверен на 100%, но, скорее всего, позволило бы. Итак, Крас появляется у нас снизу, оранжевый террин, сверху появляется демага, синий зерк. На этой карте Cloud Kingdom только 2 спауна, оба игрока знают, кто где находится, и Крас выбирает стратегию все-таки более-менее нормальную. Без всяких часов. Так, море. Тыц. Пишет, китайцы так не шибко рубят Старкафт. Нет, неправда. Китайцы нормально играют Старкафт. Там уже они это показывали на ВЦГ. Так, ну не нужно китайцев недооценивать, они могут. Ребята шустрые. Просто, насколько я знаю, извините, я тут к вас решил хребнуть. Насколько я знаю, китайцы сейчас все подсели на Лол и играет его очень, очень много китайцев. Куда им кейс порулить, ну это как бы очевидно. Действительно, в Корее Старкафт развивался где-то с 99-го года. Ну, имею в виду профессиональный Старкафт. И такими масштабами, которые на мне не стынились. Я лично видел там два телевизионных канала, на которых крутился киберспорт. На одном из них Старкафт круглосуточно шел. Я несколько тогда удивился. То есть, я слышал по слухам, что у них есть телевизионный канал. Ну, когда ты видишь это своими глазами и видишь там, например, игру, где чуваки сражаются на боевых роботах, там летают, стреляют. Вообще ни черта не понятно. Но это тоже киберспорт. Тоже чемпионаты, тоже с призовыми фондами. Меня это впечатлило тогда. Так что поддержка у них очень серьезная. Вот, например, мы когда приехали на чемпионат, там присутствовал, по-моему, мэр города. И то ли премьер-министр, то ли кто-то того же уровня. Они встали, поклонились зрителя, поклонились игрокам. Сказали спасибо, что приехали. Мы рады, что наш город принимает такое важное соревнование. Бла-бла-бла-бла-бла. Я себе просто даже не представляю, чтобы у нас, например, министр вообще узнал, что такое киберспорт. Там есть фотография Navi вместе с Азаровым. Но Азаров тогда был уверен, что это не киберспортсмены перед ним, а программисты. То есть Азаров узнал об этой встрече, наверное, за 5 минут до ее свершения. И при этом вообще ни черта не понял, с кем он разговаривает и о чем он разговаривает. В корее же все это на другом уровне. Гораза более крутом. Итак, так, так. Красс добрая себе в бункер, спас свою Сивишку-разведчицу от смерти. Сейчас будут подстраиваться гелионы. Будут контролировать они действия зерга от демага. Конечно же, заказывает себе... Нет, не заказывает пока что. А, газа просто нам просто не хватает. Заказывает, должен себе апгрейд на скорость урежения с зерлингом. И все равно не заказывает. Что странно. Наклепал себе 4 королевы. Нет, конечно, 4 королевы это круто. Но все равно 3 базу хотелось бы видеть. Ну а куда же тогда этот газ будешь тратить? Эволюшн, эволюшн. Вот куда. Демага говорит, я буду тратить на апгрейды. Как раз у нас заказывает старпорт. Делает арсенал. Никаких 3 команд-центров быстрых. Первые 2 гелионы готовы. Можно ехать. Морпехи контролирует башню Золнага. Убивает зерлинга разведчика. Последнего зерлинга разведчика, оставшегося в живых. И, я так понимаю, скоро полетит у нас дропчик. Делается стимпак еще параллельно. Демага заказывает себе базу номер 3. Делает апгрейды на атаку защиту тараканам. Отстраивает лейр. Конечно же, сейчас будет ставить еще Роуч Варон. Заказывает себе 3-4 газилку параллельно. Первые 2 гелиона замечают, что строится база. Но сделать с ней они ничего пока что не могут. А вот когда достроится медовак, когда он сделает передропчик, сюда могут прийти, например, дотекания морпехов. Или те же самые морпехи из этого бункера. Пока они добегут, там стимпак уже будет близок к концу. Можно будет хэтчери очень быстро убить. Тем более, если гелионы пока что снимут несколько хитпоинтов. Все равно медовак ждать надо. Так, у Димы. Роуч Варон пока что не доделался. Это плохо. И это беда. Мало того, что нужно ждать еще 5 секунд, когда достроится Роуч Варон. В общем, нужно ждать 27 секунд, пока достроятся Тараканы. А медовак-то вот он. Медовак уже высаживается. Хэтчери, кстати говоря, тут потеряла 500 хитпоинтов. Гелионы начинают жарить рабочих. Быстренько отводят их Димага. Но они очень плотно едут. Уже минус 4 дроны есть. Сейчас будет еще минус 4, судя по всему. Нет. И еще, и еще. Гелионы отсюда уезжать вроде как даже не хотят. К счастью, морпехи никуда не побежали. А то в этой хэтчери уже, скорее всего, сдохло бы. Королева сбивает медовак. Появляются наконец-то Тараканы. Рабочие приезжают на минерал. Не ехать на минерал. 3 гелиона с одного удара могут убить их всех, если они съедутся. Все, Димага теперь уверен, что он отбился. Так и есть. Остается последний, 4 гелион. Рабочие начинают добывать ресурсы. И потеряно 10 дронов. Это много. Это достаточно много. Причем, смотрите, гелион пытается сбить еще одного. Ай-яй-яй-яй-яй. И тут высаживаются холбаты. Красс, что ты делаешь? Прекрати. Вот если бы он сейчас с брызгненько запрыгнул медоваку, он это и делает. И сразу пролетает на бусте. Дальше высаживается. Жжет еще, еще рабочих. Рабочие пытаются смыться подальше от сета. Но не получается. Еще один пыщ. Еще один пыщ. 8 киллсов у гельтрона. У холбата. Димага теряет уже 21 дрона. Это только самое начало игры. Ну, к счастью, у него 3 базы. Когда у вас 3 базы, зазерга. Когда у вас есть 3 королевы. Есть инъекции. Есть ресурсы. Есть личинки. А строить дронов не беда. 60 дронов все равно остается у Димаги. Против 55 СВ-шек. Прилетает еще 2 холбата. А Димага клепает себе тараканов. Тараканов и апгрейды. Апгрейды 2-2. Холбата высаживается на натуральной базе. Сжигает сразу же. Пяток рабочих. Запрыгивает. Прилетает на мейн. Да блин, вот это развлекуха-то идет. Слава богу, что тут появляется как раз таракан. Она не отходит в другую сторону. Холбата не высаживается. Пока что дает Димаги возможность отбиться. Да, холбата высаживается. Делает 1 залп, 2 залп. Запрыгивает опять-таки в медвак и отлетает. И снова можно вызвать, например, на вот эту третью нычку. Хотя, вы знаете, у медвака очень мало хитпоинтов. Королева уходит на упреждение. Так что надо быть осторожным. Но Терн берет себе 3 базу. Остраивает экономику. Добавляет в армию мародеров. Конечно же, там уже есть стимпак. Конечно же, там уже есть комбат, шилдс. Димага пытается пушить, но тараканов маловато. Двух он только что потерял. Остается еще 14. Это не совсем-то армия. Наконец-то сбивается медвак. Наконец-то сбиваются эти 2 холбата. Дима поднимается на хайграунд. Тут 2 бункера есть. Не-не-не, Дима, не нужно, не нужно, не нужно. Иди вот проверь третью. Смотри, там есть вкусная третья. Никем не прикрывается. Димага принимает бой. И, кстати говоря, хорошо окружает армию своего соперника. Поджимает. Поджимает. Краса. У Краса лимит меньше. Но все еще есть 2 бункера. Димага давит до конца. Проходит еще. Дальше появляются 2 холбата. Неприятно. Зачем-то сивишки прыгают в медвак. Я не знаю, что они там забыли. Ну, пускай будет. Поднимается суплай. Заблокированы тараканы. Выйти они отсюда уже не могут. Они просто пытаются забрать как можно больше рабочих. Как можно больше войск. Не очень хорошо это получается. Ну, получается. Димага убивает 4 сивишки. Это, конечно, не сравнится с потерянными 30 дронами. Но посмотрим потери. 3700 против 4600. Не очень хорошо воюет Дима. Но это был, можно сказать, небольшой камбэк. Он подравлял армию своего соперника. Плюс здесь несколько тараканов подрезало еще 2 рабочих. И здесь тараканы забегают дальше. Суплай депо поднимается слишком поздно. Ломается один бункер. Можно убивать мародера. Обязательно нужно это сделать. Но мародер запрыгивает во второй бункер. Димага это замечает слишком поздно. Зато подвигает еще одно свое дотекание. Здесь таракан все еще жив. Возвращается к рабочим. Как только от него отошли. Будет кромсать осивишек дальше. Здесь встречает он Террен. Террен вынужден перелететь на хайграунд. Работают тараканы еще и по осивишкам на натуральной базе. Здесь рабочие, считайте, уже мертвые. Там есть одна минка. Но плевать на нее. Она стоит без позиции. И у димаги 3 работающие базы против 1 работающих у Терна. Нет, конечно, у него тоже 3 базы. Но они не работают. Здесь рабочие, считайте, уже закончились. Здесь рабочие тоже не могут получить доступ к минералам. Морпехи слишком рано почувствовали свою силушку. Спустились вниз. Да, их прикрывает 6 медваков. Вроде как, 5. Но тараканов слишком много. У тараканов апгрейды 2-2. У Терна апгрейды 1-1 всего-навсего. Хо-хо-хо-хо. Орбитальная станция не успевает взлететь. Минус команд-центр. Здесь орбиталочка взлетает, конечно же. Но смотрите, у тараканов куча киллсов. 8 киллсов у одного из них. И димага не отпускает краса. Лимит 172 против 98. Все очень хорошо для димаги. Пролетел контр-выпад. 7 морпехов. Димага ломает бункер. Говорит, ну сейчас я тебя буду карать прямо дома. Минка сделала залп. Убила там парочку тараканов. Это ерунда. Тараканы проходят искаются все дальше, дальше, дальше. Подходит вплотную к баракам. Блокирует теперь дотекание. Еще одна минка делает выстрел. Но все меньше и меньше становится краса. Все больше и больше становится димаги. Пролетает передроп. Здесь как раз тараканы подстроились. Дима вроде как не видит этого момента. И, честно говоря, даже если видел, то плевать на него хотел. Ему нужно сломать терна. Тут появляется танк. Очень хорошая позиция у него. Пытается этот танчик наковырять как можно больше тараканов. Да, не кисло у него это выходит. Морпехи тем временем выбивают практически всех рабочих, которые были на базе номер 2 Димы. Тут тараканы рассыпались. Димага отступает. Хотя танк забрал все-таки. И нужно отбиться теперь еще от этих морпехов. Сколько димага потерял рабочих? 45. Зато убил 70. Нормально так убил. Ой, снова как раз слишком рано спускается вниз. Перехватывает у димага. Закапываются минки. Но им тут недолго осталось жить. Минки падают. Лимит терна падает до 30. И крас. Сдается. ГГВП. 1-1. Вот это было круто. Хорошо, так димага ворвался. Ничего не скажешь. Давно ли димага сменил команду? Ну, если учесть, что димага был без команды последние месяца 5. А в команде он недели 3 как. То можно вновь время сказать и давно, и недавно. Потому что давно он вышел из команды, но новую приобрел совсем недавно. Так, еще раз у нас минута рекламы. Третья игра. Старстэшн выбирает крас. Пойдем, когда садут. У нас спрашивает, кто там еще. Никого. Это персональный спортсмен димаги. Насколько я знаю. Третья игра. Так. Можно lower. И там. Ну, сейчас р sandy. Пойдем. Хо flavor. Это парень. Да. Есть по этой библи Çünkü. У меня реклама лагает, лол, это смешно. Пишут о том, что вроде как собирался Крас нахалять. Нет, на самом деле Крас все сделал очень неплохо. Он просто переценил свои войска, когда выбежал защищать свою базу. Это было зря. Ему надо было просто-напросто увезти рабочих с третьей нычки и поднять команд-центр в воздух. Оставить своих морпехов-мородеров в бункерах. Когда вылетел бы дополнительный 2 мэндвака, когда подошло бы еще дотекание мордеров-морпехов, вот тогда как раз мог бы сражаться. А так он вышел вперед, Димага его тут же на этом подловил, окружил, выбил половину войск, потом прибил бункер, подвел дотекание и дальше вы видели сами. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Мы ждем, пока создадут стартэйшн, там, судя по всему, какие-то проблемы. Да, видите, опять вылетел, к сожалению, Урса. Какая-то у него там беда, судя по всему, с компьютером. Ну, еще страшно. Другой администратор создает, прыгаем к нему. А, кстати, кстати, по поводу Старладера. Вы не знаете, кто-либо... Как же его зовут-то? Ну, немецкий кастер Доты. Очень клевый кастер. Как его зовут, блин? Как я мог забыть? Не могу вспомнить. Это ж надо же. Какой фейл эпичный. Тоби, вот. Тоби-Ван. Точно. Тоби-Ван приедет на Старладер или нет? В прошлый раз-то он был. Может быть, сейчас приедет. Вот если Тоби-Ван придет, тогда я, может быть, тоже. Вернее, не придет, а приедет. Тогда я тоже приду. Просто, если вы не знаете, то Мори и организаторы этого турнира, и Тоби-Ван, они все из одной команды. В следствии, все еще, если Тоби-Ван приедет, я попробую через него просто передать подарки Мори, Донатану и Урсу. Ну, Мори, вы понимаете, это кастер, а Донатан и Урсу Дон, это админы турнира. Давно хотел это сделать, но в прошлый раз не сообразил, когда Тоби-Ван приехал. Игра приостановлена. Да, да, прикольную карту какую-то создал админ. Если вы обратили внимание, то лимит показывал 4 из 10 и 4 из 11. Это несколько несправедливо, нечестно, это достаточно серьезно ломает баланс. Или, по крайней мере, начальное развитие, потому что это плюс 2 дрона до постройки Суплая. А что хочешь подарить? Ну, пока я еще не решился, ну, Мори я подарю, наверное, бокал с символикой Динамо. Он любит футбол, следит за футболом постоянно, и я думаю, ему будет приятно. У нас там продается как раз красивые в магазине Динамо бокалы. Из такого дыбчатого стекла. С обновленной символикой. Зачем им сало? Ну, хорошо, да. Пошутил. Чуть не убил, только что чуть не убил бедного Хайлинга. Со смеха подавился слюной. Так что, если я умру в ближайшие 2 года, ну, Бастик обвините, это все он виноват. У него слишком отличные шутки. Не было звука до этого, потому что я выключил микрофон. Я тут сербую кофе, чтобы вам не сербать его на ухо, чтобы не разрадить никого этим. Я микрофон выключаю. Не, не трогайте Нубасик, он молодец. Если бы все тролли были таким же, как Нубасик, интернет был бы гораздо более дружелюбным и приятным местом для времяпровождения. Так, Димагона стал резко оранжевым почему-то. Хорошо, будь оранжевым. Ты хочешь быть красным, будешь красным. Не вопрос. Нет, ты хочешь быть зеленым. Да сколько можно, ну ладно, будь зеленым. То квас, то кофе. Да, просто я сделал себе кофе, оно горячее было. Я решил, что пить горячий кофе в такую жиропень не очень хорошо. Пошел, взял себе квас из холодильника. Квас холодный. Попил квас. Теперь кофе подостыло, я пью кофе. Ну просто время, видите какое. Я сейчас меняю себе график, я просыпаюсь в 8 утра, поэтому для меня 23.20 это уже достаточно серьезное время. Я немножко залипушничать начинаю. Ну я думаю, вы заметили, да? Поэтому и пью кофе. Если бы я знал, что эта пауза будет такая длинная, я бы пошел быстренько, включил вам музыку, принял бы душ холодный. И тогда никакого кофе не надо было бы. Но. Увы, читать будущее я не умею. Вот, кстати, Донат у нас появился. Решает проблемы Урса Дона. Я с этими парнями познакомился еще давным-давно на Black Dragon Лиге, которую они проводили. Кстати, очень прикольная лига получилась. Я с трудом затесался в нее. И с тех пор у нас завязалось такое дружеское общение. Завязалось. Благодаря им я стримил очень много интересных турниров. И поскольку я всегда был согласен стримить турниры, они очень часто меня приглашают на них. За что им большое спасибо. Вне зависимости, сколько у меня там зрителей, есть они вообще или нет. Очень приятно с ними работать. Хорошие админы, хорошие организаторы. Итак, третья игра. Стартейшн. Крас появляется зеленым терном сверху. Где мага, аранжевый зерк. Снизу. Good luck, have fun. Have fun, good luck. Где-то море. Чик. Показано в море все, что я только что показывал. Ну, вот. пишут опять лимит 11 да я не обратил внимание я не уверен а по-моему 11 должно быть или нет а какая разница пускай игра главное что не 4 когда было 4 это было бы совсем 6 так быстро и хэчери быстрый команда центр судя по всему крас будет играть через три команда центра при такой стратегии а значит нас может ждать что-то подобие игры димага против гуди или гуди против south of one когда карта делится напополам когда у зерга очень много ресурсов но терн свои благодаря своей механике благодаря хорошим агридом упорно не хочет сдаваться упорно размениваться в чистый плюс и вроде все нормально по лимиту нет так и должно быть 19 здесь максимально 18 там все хорошо бежит на фотке выглядишь моложе своего возраста да я старался массаж утром массаж вечером массаж ночью маски что там еще там самом деле просто стараюсь не злиться стараюсь не ругаться вот и может быть поэтому выгляжу чуть моложе чем есть конечно же не злиться не получается и не ругаться тоже не получается но стараюсь эмиль нет куда ж ты польский кастер покинул нас жалко как раз добавляю себе фактор очку к сыгре минералов у него пока что на третью базу не хватает но сейчас выкинутся мулы уже выкинуты почему кстати вот этому на мэне а не на экспанте подстроился бункер делается реактор вот сейчас начнут копиться ресурсы сейчас можно будет заказать командный центр или хочу побыстрее заказать себе например гиллионов я предпочитаю обычно команд-центр в данном случае я вообще люблю чуть сильнее играть в экономику чем какие-то быстрые пуши не всегда это конечно выгодно но зато так надежно получается на заказаться начале команд-центра потом будут делаться гиллионы кстати опять скакануло напряжение опять мигнул свет а компьютер работает я скоро рекламируете упсу буду судя по всему димага наклепала себе четыре королевы блокирует проход добавляет себе две эволюционные камеры наверняка будет опять заказывать себе апгрейды видим и у него два газа ранних апгрейд на скорость передвижения зерегом не делался так что газа хватит ставится себе база номер три тут появляются первые два гиллиона заказано еще два делается т-клаба для брака добавляется вторая газилка будет наверняка делается еще третья в ближайшее время что-то подобное было у нас во второй игре димага тогда разобрался со своим соперником достаточно круто вроде как потерял 30 рабочих самом начале игры но зато как потом проблил тараканами так рептура надо отменить это тоже да блин ну димага что ты делаешь да ладно димага немножко халявит но все таки продвигает крипту мур дальше ну когда у тебя столько королев то неважно эти крипту муры вообще никакого никакой ценности особо не имеют ну сожгут так сожгут крипту мур стал и отлично сейчас можно будет прибежать королевами поставить здесь два тумора дополнительных у нас делается апгрейды 1 1 достраивается лэр заказывается врач варен доделывается третья база крипту мур кстати говоря и тут еще делается один сожгли его сожгли молодцы димага еще здесь пропрыгивать дальше но не успевая доделать краски временем построил второй третий барак заказывается еще четвертый делает апгрейды 1 1 пехоте ой извините уже готова 6 гелионов но пробраться тут без шансов королевы с энергией подлечить друг друга сумеют тем более 4 так что не вариант вот этот вечер можно пожарить да что у меня с голосом такое так сейчас я пока микрофон выключу попробую прокашляться так вроде теперь нормально таракана появляется у зерга сразу же гелионы убегает подальше выходит королева раскидывает крипту муры таракана кстати говоря их пока что прикрывает хотя видите как раз сделал неплохой такой крюк димага прихватила одного гелиона гелиона теперь большом количеством пытается прорваться проход открыт димага не успевает поставить вот ничего гелионы перехватывает одну пачку рабочих вторую пачку рабочих и могут еще проехать натуральную базу как много дронов они тут нажгли угол и вроде димага все четко сделал вроде как подогнал таракана сюда мог бы заблокировать проход или здесь или тут но не успел он занимался рабочими и в итоге в одну секунду ну ладно там конечно дольше не было чем на секунду теряет 18 дронов за 8 гелионов очень хороший размен конечно же для террена очень классный ты оставил себе базу номер 3 подстроил минки подстроил морпехов очень много морпехов вопрос только где мародеры почему на двух вот этих бараках нет тэк лавы почему не строится вообще мародеры там же тараканы против пехоты воюют очень хорошо очень уверен тем более что у тараканов уже готовы апгрейд 1 1 и делается апгрейд 2 2 хотя вот она тоже готова 1 1 1 тоже делается 2 2 так что еще вопрос кто кого появились два медвака видим один таракан у дома морпеха выигрывает конечно круто правда таракан стоит дороже морпех стоит 50 минералов таракан стоит 75 и плюс еще 25 газа морпех занимает один лимит таракан занимает два появляется наконец-то мародер его тут же убили ой 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 еще вся пехота с ним пачется это плохая идея все степак проходит таракан встречает сразу пехота пехота отбегает под защиту минок валяется третьим еще раз не пачется морпехи да ладно краса очень много типа он потерял на этих симпаха убивает двух тараканов всего-навсего если димага сейчас наломится тут даже минки не помогут димаге надо срочно нападать а кстати там комбат шиллс еще и не было вот вот это же если димага заметил бы что там нет комбат шиллс я думаю он бы принял бой где-то вот здесь и разобрал бы всех этих морпехов с чертям собачьим дима не добавлял пока что себе еще плюс две газилки нет у него инфесторов так пошел вперед пошел вперед нарвается на морпеха морпехи стояли очень хорошо полукольцом таракан все равно сражается все равно наяривают нормальненько так выбегают новые и новые димага пытается прочекать где же там минки вот минка вот минка надо стравить на нее одного таракана хотя бы да минка выстрелила правда не в одно таракана в довольно-таки большее количество тут минки стреляют и очень сильно очень много демочи потеряет получая димага при чём куча тараканов дерется не там дрались они сейчас зданием сбивает танк танк только появился ой-ой-ой-ой морпеха становится все меньше меньше но приходит дотекание точно так же приходит дотекание у зерга тараканы сплетятся часть у них уходит бить рабочих часть продолжает отгребать от морпехов что ж рабочих пощелкали хорошо еще один танк появляется надо было убить нет не получается отлетел аверсир е-е-е-е тараканы отвлеклись можно было перебить всех рабочих вот есть возможность есть возможность морпехи тоже отходит не туда куда надо убивает одного таракана из-за этого позволяет убить где-то рабочих 6-7 еще и мулов можно прихватить у димага прибегается еще и еще дотекание и таракана все равно тут много вот этих морпехов явно недостаточно чтобы от них отбиться куда же димага пойдет никуда не пойдет появляется второй танк хотя смотрите таракана прикрывает перекрывает проход для морпехов морпеха встречается с дотеканием отгоняет тараканчиков нужно что-то еще нужно были какие-то инфесторы например почему бы не инфесторы 2-2 апгрейды у одного другого игрока террин заказывать себе агрейды 3-3 димага этого сделать не может у него пока что нет хайва будет ждет отстроить себе инфесторы шапит затем хайв и только потом уже будет делать агрейды 3-3 а значит с грейдами у террин все лучше димага пока что развлекает его за это развлечение он отстраивает себе базу номер 4 но посмотрите его потери а сейчас на тысячу больше чем у террин террин на стимпаке пытается еще догнать тараканов догнал на свою голову еще раз бежит вперед если сейчас не пачится димага еще раз примет бой мне кажется будет стимпак еще один да есть стимпак все димаге надо сражаться мне кажется но слишком поздно он разворачивается плюс без позиции у него вижена не было из этого опять-таки и теряет слишком много тараканов если бы он принял бой сразу здесь как за стимпачилась эта небольшая группа морпехов он бы убил бы их всех и тараканов потерял бы только половину а то и меньше а так морпеха достаточно много стимпачится убивает все больше больше крипту мара появляется димаги как-то без всех войск она нападает вот проходят основные войска выбивает пехоту пехота просто напросто запрыгивает медваки и летит как передроп одновременно приходит новое свежее дотекание которое будет бросаться на базу номер четыре а дроп летает на базу номер два тут достаточно тараканов что подбиться здесь хэчери умирает без шансов и спасти уже никак не получится димага за это время пытается пробить третью базу оппонента не получится не получится слишком много танков тут четыре танка уже на хайграунде да морпехи просто-напросто отбегает под защиту танчиков рассыпается тараканы это ужасные потери действительно ужасные потери для димаги одновременно он получал дроп 7 на мэйн отбился от него а вот третью базу защитить не получится пока что морпехи развлекается тем что гоняет дронов убили довольно таки много из них убивают наконец-то еще и хэчери дима подгоняется в их тараканы слишком поздно морпехи запрыгает медвак высаживается на мэйн и димага просто бегает своими войсками туда-сюда тут еще дроп на натуральной базе просто разрывая сейчас его соперей как раз вгоняя зерга по всем точкам и и у димаги ничего не получалось потери у зерга 13500 против 9000 баз нет рабочих нет гвп все-таки морпехи потащили гвп пишет картин лагает да я вижу у меня было только что потеряно где-то около тысяч кадров это секунд 20 время все-таки сказывается вот это вот плохая погода все-таки скачет напряжение как я уже говорил и как видите интернет иногда пропадает судя по всему или лагает это беда но я еще раз напомню то что у нас идет запись и если что игру можно будет посмотреть записи более того качество вводов будет очень неплохое это было татьяна постепенно проблема была в том что инфесторы даже не делались то есть для мага пытался дождать до последнего ну можно понять димагу почему он пушил только до конца ведь он рассчитывал на свои апгрейды и он видел одних только марпеков где было мародеров но это ж классно да тем более марпеки степачили раз второй энергии у медваков нет надо же давить 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 танков нет минки закопаны конечно же не очень удачно и поэтому димага и вложился так сильно в атаку но как раз молодцом там микрил молодцом дело подстрела свое дотекание устоял плюс конечно же нужно отдать должное апгрейдом так еще одна минута рекламы получается где то каждые 18 минут у нас включается одна минута рекламы то есть раз в 19 минут скинули тут картинку прикольно но я так понимаю под первый старкрафт что нужно строить и как как в порядке на самом деле арморе до брака не строится ладно но картинка прикольно так 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 димага у нас появляется сверху зеленым зергом и для него сейчас очень важная карта проигрывать ее нельзя здесь он проигрывает то на этом турнир заканчивается и димага останется только с 300 еврами и с 300 евро не склоняется крас если выиграть сейчас получает 400 и становится самым богатым игроком сегодняшнего турнира крас у нас снизу появляется оранжевый интерном гуди заработал 300 димага заработал 300 и сейчас на кону 400 димаге надо выиграть две игры подряд красу нужно выиграть одну из двух либо эту либо следующую как получится как пойдет понравилось мне как он только сыграл знаете так тонко на грани но прикольно особенно как он клево сейчас разводил своими морпехами димагу это вообще было шикарно просто так стороны и должны действовать мучить мучить зергов дропами ты бежишь туда дропчик прилетает другое место и привет и так снова у нас фаст хетчери и фаст хетчери против фаст команды центра вот наш команд центр поехал правда он такой сейфовый он покажется строится на мейне но потом конечно же прилетит на экспан димага чекает все оверлордом может сыграть через быструю третью базу если захочет конечно же вопрос конечно захочет наверное нет наверное он опять таки будет играть через апгрейды и через тарканов кстати напомню вам о том что димага стримит и если вы хотите сполна насладиться этим зрелищем то я рекомендую вам открыть второй стрим открыть стрим димаги еще параллельно как распределились кто играет первый кто второй кто третий ведь чем позже ты играешь тем лучше ну чё там реверлер пишет это решает я насколько понимаю админы а насчет кто первый вернее кто последним играет тот лучше я не согласился потому что уже два турнира может быть три выигрывал один человек то есть он садился первым играть и выиграл все четыре матча против четырех соперников забирал тысячу евро все себе первым был у нас вторым у нас был hero marine он же сейчас он как-то по-другому называется а нет он сейчас и называется hero marine это раньше он был hell marine ну я когда картинка видела в детской азбутке например ходки да я понял я конечно туплю но не настолько сильно просто немножко приел вернее если бы там описывался билдордер например пуш первом морпехе плюс например range плюс четыре медика очень такая болезненная стратегия в первом старкрафте для зергов то было бы еще прикольнее так тима заметил хорошо заметил что он на один газ у него поехал четыре дрона на другой поехало только два исправил ситуацию все четко как раз добавляет себе гириона фармию ну там просто можно было заменить армори например на барак на б например второй барак потом академия ой не 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 академия а этот самый да академия все правильно для цен сделать медиваки и сделать great натальница там по-моему как это по-другому назывался просто хорошая картинка да согласен так на этот раз димага у нас немножко меняя стратеги посмотрите да он делает 2 эволюшина да он сделал себе 2 газа да он делал себе апгрейд на скорость но если он раньше заказывал апгрейды 1 1 делал сразу же лэйр а потом добавлял роуч варен то здесь у нас вначале появляется роуч варен затем делается апгрейды и затем делается только лэйр вот так таркан появился раньше агрейд появляется чуть позже здесь у нас подстраиваются гелионы обратите внимание заказан рипер Я не знаю, для чего на данный момент рипер Он делается Гириона уже 4, строится еще 2 Рипер уже 1 готов И посмотрите, сколько их делается О господи Теперь я понимаю, для чего строятся риперы Это будет развод Развод, который вполне может удастся А может и не удастся Ведь у демаги уже могут появляться тараканы Да что значит могут? Уже готовы Вот 2 Флудит револю Очень некрасиво это писать В чат Когда тут очень много Иностранцев Стримят для своих зрителей Тем более зрителей там гораздо больше Так что Рьева Одумайся Прикольный Олл инчик от краса Посмотрите, он копит гирионов Не показывая их при этом И копит риперов Тоже не показывая их при этом Сколько там у тебя уже всего? 12 гирионов 8 риперов Однако ответ на это все Один и тот же Тараканы Тараканов продам мало Их всего 6 штук Демага заказывает себе рабочих Он думает, что он уже Достаточно уверенно Подстроил войск И здесь ему идет вот такое Вливание Демага закрывает проход Конечно, правильное решение Но риперам на это строго пофиг Они могут запрыгнуть И более того, войск настолько много Что они спокойненько разбирают От этого Проходит дальше к рабочим Сжигает дронов Здесь Тараканы Ничего не могут сделать Против бункера Причем, посмотрите, сколько супла Можно было бы их еще и поднять Все Минус натуральный экспант Минус, походу, еще и Мейн Заказаны тараканы Я так понимаю Да, заказано 6 Тараканов Мало Хотя, тут построилось уже несколько От рабочих Ничего не остается Часть пытается уехать Однако, это напрасное усилие Все равно их убьют Все равно их расстреляют Все равно их растерзают И ресурсы добываются Только на третьей нычке У демаги Жутко неприятная ситуация Он пытается как-то Из-за него выкарабкаться Обстраивать новых Новых тараканов Закрывает проход Вот этих трех тараканов Надо на холл позишн Сюда поставить Хотя, зачем? Рипер все равно спрыгнут Если им будет выход Нужно убивать Убивать, убивать Как можно быстрее Вот еще несколько тараканов Блокирую проход Блокирую, блокирую И, черт побери Спускается Войска Атерна Осталось их не так много Но рабочих они добивают Одного А, всего у нас Всего одного Нормально Итак 38 рабочих Блин, это много 38 рабочих При этом демага Теряет 3200 Против 2400 Можно считать Что стратегия Удалась у краса Он добавляет себе Теперь комбат шилст Тимпак Есть минки Есть бункер Один, второй, третий Демаг будет Чертовски сложно это пробить Зато демаги готовы Акбрады 1-1 И доделывается 2-2 Ну, по крайней мере Второй апбрад на защиту Наполовину уже готов Три базы Значит, достаточно много Личинок и дрона Отстроится быстро Блин, ну надо как-то Мстить А как? Мстить-то не получится Пока что Тут у нас добавляются Еще 2 факторки Это беда Потому что факторки Сейчас будут Очень быстро подстраивать Еще танчики Для демаги Блин, тут еще Третий команд-центр есть Да ладно Когда он все это успел? По лимиту вроде как Красс сейчас не сильно Отрывается от демаги Да? 120 против 103 На самом деле Разница просто Катастрофическая Разница просто Ужасная для Демаги Отправляется медвак Его видит Дима Прекрасно Правда, чем Отбиваться от него У него дома Остались средние дроны Все тараканы Ушли на войну Вот таракан Отбегает назад Медвак Все равно быстрее Он все-таки Летает в конце концов Еще и бустится Зараза К счастью Красс решает Высадиться на третью базу Не на мейн Потому что до мейна Было бы глижать дольше А лететь нет Долетел бы он Практически С той же скоростью Что и на третью В итоге Димага отбивается Теряет королеву Теряет несколько дронов Но немного И успевает защитить мейн Теперь Так, а здесь у нас Подстроились войска Достраиваются танчики Два танка готовы Доделается апград на Защиту Апград на атаку уже есть Достраивается вторая инженерка Будет делаться Два-два грейды Появляется третий танк Строится четвертый танк И с четырьмя танками Красс наверняка пойдет Штурмовать своего соперника Пока что он выбивает Таракана на будущее Своей третьей базы Можно залетать Можно прилетать Кстати говоря Заранее надо было залететь Прилететь Переведены рабочие Танки Занимают позицию Неплохую Неплохую Но надо еще Один танк здесь И один танк Например вот здесь Небольшой частью войск Красс выходит вперед Выбивает криптуморы На будущее Это очень сильно пригодится Как классно он выбил Эти криптуморы Заодно Перехватил оверлорда Идет дальше Выбивает все больше и больше Тумора Спускается наконец-то Тараканы Но их мало Потягивается Сюда гидролистки Причем смотрите С двух сторон Ну как раз говорит Окей Убивает трех гидрала Запрыгивает медвак И улетает Чуть-чуть не наконтролил Мог бы забрать еще Марпехов И спасти медвак Одновременно пролетает Здесь дроп На натуральную базу Это морпехи Конечно же умрут Зато за это время Очень много умирает Дронов здесь И плюс еще Немножко пострадали Вот тут Димага возвращается На свою натуральную базу Красс Подымает все В медваке Бустит и улетает Потерю у Терны Да есть 4600 потерял он Против 5000 Вроде как Димага Сейчас посражался В плюс Однако теряет он уже 49 дронов суммарно Дронов у него 52 против 60 Мини Сивишек И значит по экономике Он отстает очень серьезно Здесь добывается Плюс 700 минералов В минуту И столько же газа А газа сейчас Будет добываться больше И самое печальное Это то что Тут подстроилось уже 7 танков 7 танков У которых будет сейчас Апгрейд на атаку Димаге нечем Нечем с ними сражаться Вот эти тараканы Улетят в момент Морпехи уже Собрано в большом количестве Димага пытается напасть Как мы видим Тараканы рассыпаются Просто как мухи Дошли до танков Но убить ни одного Из них не смогли Половина тараканов Уже сдохла Потянулись наконец На гидролистки Однако все равно Они ничего сделать не могут Красу надо просто Напросто складываться Лечить свои войска И идти Пушить Все Он сделал все Что ему требовалось У него появляется Второй апгрейд на атаку У него готов Первый апгрейд на атаку Танкам Да он собирает свои войска Выдвигается вперед Димага пытается Перехватить на марш Своего соперника Это единственная для него Возможность Пытаться вот так вот Кайтить Если получится Если получится Разменится в плюс Он разменил нас Только что в плюс Видите он потерял Двух тараканов Убил порядка 6 морпехов То может быть К моменту Когда танки доползут До сюда Он спеет сделать Какую-то критическую массу Которая сможет Посопротивляться Димага из всех сил Отстраивает себе войска Лимит 176 Но правда Таракана плюс гидролинский Не самая лучшая комбинация Против танков Все что нужно Делать Терну Это просто Медленно Постепенно Ползти вперед Запрыгнул медовак Однако Не смог его выделить Сразу же При этом Димага вроде как Это прочекал Прочекал И Маневрирует Ой-ой-ой-ой Медоваки Слишком далеко вперед Да Вернуться назад Смотрим ВПМ 217 Против 180 Очень серьезно Играют оба игрока Выкладываются Изо всех сил Димага даже не может Отстроить себе рабочих На данный момент 55 Мало Мало что делать Зато все на войну Все что только можно Еще одна заруба У нас начинается Танкчик пока что Только один Димага Как никто другой Понимает прекрасно Почему не нужно Идти убивать этот танк Все-таки В первой Старкрафте Он играл круто И Такая стратегия Очень часто использовалась В первом Старкрафте Когда танчики С шахматопорядки Раскладывались Перераздвигаются Они чуть-чуть вперед Борпехи их прикрывают Слишком поздно Димага стартует Слишком поздно Отступает назад При этом без позиции Оказываются Вот эти траканы Сливаются они все И тут остаются Чистые гидролинские Выигрывают Это сражение Красс Лимит 180 Против 115 Слишком рано Димага начал сражаться И Дима сдается Судя по всему Да Он видите Даже не стал отводить войска Это просто-напросто Отдача была уже От Димы Под конец Он понял что Не сможет потащить Слишком там много терна И со счетом 3-1 Красс выигрывает Первое место Получая себе 400 евро Ну первое место Это сказано Конечно неправильно Но смысл понятен Это у нас было Четвертый раунд В котором Красс Потащил Димаги Надо было Чуть дольше Кайтить Надо было Отходить И не нужно было Сплитить свои войска На две части Все равно Там к танкам Не подойти А так он потерял Таракана Гидролисты Остались без прикрытия Ну и танки Сделали свое Черное дело Да-да Я понимаю конечно Что там не было инфесторов Не было брудлордов И вообще Сражаться с этими танками Которых становилось все больше Становилось их 9 Потом 11 Потом 13 Было нереально Но чем ближе Война была бы К мейну Димаги Тем больше шансов У него было бы ее Закончить в плюс Не факт Что он закончил в плюс Но по крайней мере Разменился бы Более эффективно Что ж поделаешь ГГВП Призового фонда У нас распределяется Таким образом Гуди выиграл Первый-вторый раунд Получил за первое 100 евро За второе 200 Димага выиграл Третий раунд Получил 300 евро Крас выиграл Четвертый раунд Самый жирный Самый вкусный И получил 400